Друзья, всем привет! Вы на канале Python Today и сегодня мы с вами детально изучим и разберем основы веб-парсинга и извлечения информации с веб-страниц. Перед работой над боевым проектом давайте познакомимся более подробно с одним из основных инструментов для парсинга сайтов на Python – библиотекой BeautifulSoup. Данная библиотека – это швейцарский нож при написании веб-парсеров. С помощью нее мы можем разбирать на винтике полученную нами html-страничку, ее дом-дерево и обращаясь к html-тегам и их атрибутам забирать нужную нам информацию. Сегодня мы не будем делать никаких запросов к серверам, а изучим методы парсинга на примере болванки. Я подготовил небольшую заготовку в виде имитации странички блога и наполнил ее скелет разными тегами с классами и айдишниками, внутри которых записана информация, которую мы с вами будем доставать. Заготовку, как и код, вы можете скачать либо на гитхабе, либо в телеграм-канале, на котором найдете еще много полезной информации. Ссылки будут в описании. В первую очередь для того, чтобы начать работу, нам нужно открыть файл нашей страницы, прочитать его и сохранить содержимое, например, в переменную src. Здесь нет ничего волшебного и если мы выведем переменную на печать, то просто увидим код нашей страницы. Давайте установим наш швейцарский нож и сразу его импортируем. Теперь, если говорить простым языком, нам нужно скормить код нашей страницы библиотеки beautifulSup, для того чтобы мы могли пользоваться ее методами для извлечения информации. А говоря сложным, мы должны преобразовать код в дерево объектов Python, чем и занимается данная библиотека. Обозначим переменную sup и создадим объект класса beautifulSup. В качестве параметров он принимает нашу переменную с кодом src, а вторым параметром указываем название парсера, который будет использован. Самым быстрым считается LXML. Из коробки данной библиотеки в Python нет, давайте установим ее. Окей, таким образом сейчас в переменной sup у нас создан объект, к которому с помощью различных методов данной библиотеки мы можем обращаться и извлекать данные. У библиотеки beautifulSup есть достаточно большая и подробная документация, в том числе и на русском языке, в которой описывается куча как полезных, так и весьма редко используемых лично мной методов. Например, у каждой страницы в интернете есть тег title. Наша не является исключением и давайте получим информацию из этого тега. Обращаемся к объекту и вызываем метод title. Распечатаем результат и видим полученный нами тег. Думаю, нам редко когда понадобится сам тег и для того, чтобы получить содержимое тега, мы можем использовать метод текст. Либо стринг. Сегодня я покажу и объясню вам на практике работу основных методов данной библиотеки. Например, методы find и findAll, работа с которыми будет решать 90% ваших задач. Методы find и findAll работают на странице сверху вниз. Что это значит и в чем их отличие? В самом начале нашей страницы у нас есть тег-заголовка h1. Давайте я добавлю еще один и немного изменю его. Если мы вызовем метод find, передадим в него наш заголовок и выведем результат на печать, то увидим, что забрали данные из первого заголовка h1. Метод find находит и забирает данные из первого попавшегося на странице искомого элемента. А метод findAll заберет все подходящие нашему запросу элементы и сохранит их в список. Которые далее мы можем, например, перебрать в цикле. Помимо поиска по тегу мы можем конкретизировать наш запрос, указывая атрибут тега. Например, класс. Давайте получим имя пользователя. Лежит оно в теге span внутри тега div с классом username. Первым аргументом в метод find передаем наш тег, а вторым указываем класс. Обратите внимание, что так как класс это ключевое зарезервированное слово, нам нужно указать нижний слэш. Таким образом мы получили не конкретно текст, а блок кода целиком. Хочу заострить ваше внимание на том, что хоть полученный результат и выглядит как html код, на самом деле это объект супа. И именно поэтому мы можем применять к нему различные методы. В данном случае мы можем применить метод текст и получить желаемое имя. Так как это строка, давайте обрежем символы в виде пробелов, используя метод strip. И получим чистый текст. Отлично, едем дальше. Мы также можем продолжить связку методов, словно шагая вглубь по коду. Это достаточно полезный функционал, и вы будете очень часто пользоваться им в дальнейшем. После того, как мы нашли нужный нам блок кода с классом юзернейм, продолжаем поиск и, используя метод find, сообщаем, что далее мы ищем тег span. Применим метод текст и выведем результат на печать. Также в данном случае мы могли бы явно не указывать, что ищем нужный нам класс именно в теге div, и код бы отлично работал. Так как я знаю, что данный класс один на странице. Но если, например, в коде будет два разных тега с одинаковыми классами, а такое очень часто встречается на практике, и мы не укажем конкретный тег, то спарсим информацию из того, что будет первым в коде. Будьте здесь внимательны. Вторым способом задания атрибутов для фильтрации поиска является передача словаря, в котором с помощью пар ключ значения мы указываем параметры отбора. Удобство заключается в том, что если нам нужны какие-то жесткие требования отбора, мы сразу же через запятую можем передать, например, дополнительный параметр в виде атрибута id. И если я сейчас запущу код, то получу ошибку, говорящую о том, что тега с подобными атрибутами не существует. Давайте зададим id и проверим еще раз. Отлично. Давайте попрактикуемся с методом findAll и соберем все span теги из блока с классом UserInfo. Здесь у нас есть имя, дата рождения и город. Выведем список на печать и пробежимся по нему циклом, напечатав текст внутри каждого блока спан. Так как это обычный список, мы также можем обращаться к его элементам по индексу. На нашей страничке есть небольшой блок соцсетями пользователя. Давайте спарсим ссылки на них. Сделать это мы можем несколькими способами. Первый. Давайте пройдем вглубь по тегам. Смотрим, что наши ссылки располагаются в div-блоке с классом SocialNetwork в списке ul в тегах li. Создадим перемену social links и первым делом найдем класс SocialNetwork. Далее ищем список ul и в нем все ссылки. Распечатаем результат. Хорошо, все работает. Мы явно прошагали вглубь кода, указав конкретно в каком месте нужно спарсить ссылки. Второй способ весьма прост и вместо того, чтобы пробегаться по тегам в глубину, в данном случае мы можем одной строкой кода забрать все ссылки со страницы. Вызываем метод findAll и передаем ему тег a, говоря о том, что найди нам все теги a, которые встречаются на странице. Распечатаем результат. Ок. Но опять же заметьте, если на нашей странице будет еще какая-то ссылка, то мы получим ее. Сами по себе теги a мало когда бывают полезны. Обычно нам из них требуется получить ссылку и текст. Давайте создадим цикл for, в котором будем пробегаться по каждой ссылке. Ссылка всегда хранится в атрибуте href и мы можем ее забрать, применив метод get, в который в качестве параметра передаем название атрибута href. Напечатаем результат. Отлично. И давайте сразу получим текст. Мы этому уже научились и делается это с помощью метода текст. Супер, едем дальше. Для перемещения по дом-дереву также есть несколько полезных методов. Давайте рассмотрим методы findParent и findParents. Как можно догадаться из названия, они ищут родителя или родителей элементов. То есть поднимаются по структуре html дерева снизу вверх. Их действия аналогичны методам find и find. С одной поправкой, что используем мы их, когда нужно подниматься вверх, а не опускаться вглубь кода. Например, давайте посмотрим на структуру нашей страницы. На ней присутствует блок, в котором есть несколько статей, имеющих следующую структуру. Каждая статья завернута в div-блок с классом UserPost, затем в div с классом UserPostInfo, в котором содержатся исходные данные статей. Мы можем перемещаться по коду снизу вверх. Когда это бывает полезно? На практике далеко не всегда элементы родителей имеют классы. Очень часто это просто пустой div с нужной нам информацией. Но зато есть классы у одного из дочерних элементов, за которые мы можем зацепиться и достать блок целиком. Возьмем за отправную точку div с классом PostText. А затем обратимся к методу findParent и выведем результат на печать. Мы забираем блок не целиком, а до первого родителя, которым является div с классом UserPostInfo. В метод findParent мы также можем передавать параметры поиска. Так, если мы не укажем ничего, то получим первого попавшегося родителя. Если укажем второго родителя, то есть того, кто в данном случае по иерархии расположен выше, получим соответственно его. А метод findParent отрабатывает так, что поднимается по иерархии до самого верха, включая и body и даже html тег. Мы можем также ставить ему ограничения или фильтры на поиск. Следующими полезными методами для перемещения по коду являются next и previous element. Из названия также можно догадаться, что нас ждет. Next двигается пошагово и возвращает следующий элемент в коде. Но у него есть немного неожиданное, но логичное и простое поведение. Например, нам нужно получить название статьи. Обращаемся к div с классом PostTitle, а затем вызываем метод nextElement. Запускаем код и видим пустоту. Казалось, мы должны были получить заголовок h3. Почему так произошло? Метод двигается по коду, весьма дотошно выполняя свою работу. И на самом деле он вернул нам перенос строки, так как теги в коде вложены. Для того, чтобы продвинуться дальше, нам нужно вызвать метод повторно. А затем, например, уже вызвать метод текст, спарся в содержимое. У него есть похожий метод findNext, который сразу вернет нам следующий элемент. Метод previousElement является полной противоположностью и работает снизу вверх. Следующие интересные методы это findNextSiblin и findPreviousSiblin. Они ищут и возвращают следующие и предыдущие элементы внутри искомого тега. Применим findNextSiblin к PostTitle. Мы, соответственно, получим следующий блок кода с текстом статьи. Чтобы получить предыдущий, давайте для начала создадим блок, например, с датой статьи. А после обратимся к нему и вызовем previousSiblin. Соответственно, получим предыдущий блок, в котором у нас лежит Title. Получается так, что блоки PostTitle, PostData и PostText являются между собой братьями и сестрами, о чем и говорит название метода Siblin. А мы, в свою очередь, можем перемещаться между ними. Конечно же, мы можем комбинировать все методы между собой. И, например, получив блок PostTitle, с помощью previousSiblin. Можем дальше применить к нему метод findNext и получить заголовок h3. А далее, например, вызовем текст, получив содержимое. Комбинация методов дает нам просто неограниченные возможности парсинга и перемещения внутри HTML кода. Все методы имеют и множественное число, думаю, вы уже поняли, что отличаются они тем, что получаем мы либо один объект, либо множество объектов в списке. Давайте остановимся более подробно на извлечении данных. Мы уже получали сегодня адреса ссылок из TGA. Давайте я создам внизу страницы несколько рандомных ссылок для интересной практики. Помимо атрибута href, давайте добавим, например, вспомогательный атрибут data с рандомными значениями. С помощью уже знакомого нам метода get мы можем забирать любой атрибут, а не только href. Давайте для начала получим наши ссылки. И затем в цикле получим их атрибут href. А после заберем и data ttr. Кстати, парсить атрибуты мы можем не только, используя метод get, но и с помощью следующего синтаксиса. Просто обращаясь к нужному нам атрибуту. Мы можем искать элементы, передавая в параметр текст, но здесь есть небольшая хитрость, которой я поделюсь с вами. Давайте попробуем найти нашу ссылку с текстом одежды. Беда, BeautifulSoup не справляется с задачей. Сам он осуществляет поиск только по полному содержанию. Это становится проблемой, если, например, мы ищем по большому тексту. Мы достаточно легко можем справиться с этой задачей, используя модуль регулярных выражений re. Который имеет крутой метод compile. Передаем ему в качестве параметра искомое слово. Проверяем. Отлично. Мы немного улучшили работу и без того великолепной библиотеки BeautifulSoup. Но что, если нам нужно собрать все блоки, в которых содержится слово одежда? Пока что наш метод собирает лишь информацию и ссылок, а наше крутое регулярное выражение ищет только слово с большой буквы. Давайте для начала добавим в один из H3 заголовков слово одежда. Затем воспользуемся методом findAll. Нам же теперь нужно забрать несколько элементов, а не один. А затем немного переделаем наше регулярное выражение, указав ему, чтобы поиск выполнялся в двух регистрах. Как верхнем, так и нижнем. На выходе получаем список и как видим все отлично работает. Мы немного поправили наш исходный файл и наверное я сохраню его отдельно, например под индекс 2. Мало ли кому понадобится, а так будет перед глазами. Сегодня мы рассмотрели основные методы работы с библиотекой Beautiful Soap. Надеюсь, что я хоть немного допомог вам разобраться. Но не забывайте также читать документацию. В следующих видео мы перейдем к работе над боевыми проектами и будем заниматься парсингом уже на практике. Весь код из видео, включая страницу-заготовку, вы можете скачать на гитхабе или телеграм-канале. Ссылки будут в описании. Друзья, огромное вам спасибо за просмотр. Если видео было вам интересным, полезным и вы хотите научиться парсингу, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь мыслями в комментариях. Будьте здоровы, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok